В России проходит первая в истории страны цифровая перепись населения. Она продлится до 14 ноября. Вместо бумажных анкет переписчики будут заполнять электронные на специальных планшетах. Однако ждать их прихода не обязательно. Как самостоятельно пройти процедуру и зачем она вообще нужна, разбиралась Екатерина Карпенко. Большая часть сибиряков считает необходимым принять участие в переписи населения, чтобы повлиять на ту самую внутреннюю политику. Ведь если все граждане России добросовестно ответят на вопросы в анкете, то государство увидит реальную картину их уровня жизни и изменит шаги для улучшения действительности. Страна должна знать, экономически показать или планировать каким-то образом на основании тех данных, которые получат благодаря переписи. Поэтому, конечно, нужно. В первую очередь это все равно какой-то даже интерес может быть. Ну и в принципе это какое-то отслеживание, это статистика. Впервые россияне могут принять участие в переписи самостоятельно. Это можно сделать, не выходя из дома в личном кабинете на портале госуслуг. Самое главное не забыть логин и пароль, чтобы авторизироваться. Я вот пытался сейчас пройти буквально. Сообщение с госуслуг пришло. Расскажите. Но вы знаете, не получилось. Почему? Потому что из приложения госуслуг меня отправили по какой-то внешней ссылке. Ну и там нужно вводить пароль в логин. Я не помню свой пароль в логин. Соответственно, как бы вот по этой причине я закрыл. И все. Еще один способ зайти на стационарный переписной участок. Большинство из них расположены в помещениях МФЦ. Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик. Пол, возраст, гражданство и так далее. 10 вопросов о жилищных условиях. Каждый сам выбирает, где удобно на них ответить. Мне комфортнее дома. Но я думаю, что всем удобнее может по интернету. Не все хотят приглашать к себе домой. Но я бы, не знаю, я могла бы пригласить домой. Я очень гостеприимная. Мы в каком году? В 10-м году перепись у нас была. Переписывали всех подряд. Кого надо и не надо. Даже умерших переписывали. Зачем это надо? Никакой ответственности при отказе, разумеется, нет. Перепись процедура полностью добровольная. Что касается ее целей, то при игнорировании опрос общей картины исказится, а смысл всего этого будет потерян. Ведь если, например, выяснится, что за последние 10 лет количество проживающих людей на территории государства сократилось, то это послужит поводом для создания новых мер поддержки. Екатерина Карпенко, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.